Всем привет, девочки мои! Давно не виделись. Ой, не снимала долго я. Решила устроить себе каникулы. Просто как-то вот что-то, я не знаю, вот что-то захотелось мне отдохнуть от всех этих напрягов. Потому что, наверное, потому что очень сильно жарко. А сейчас вообще самые жаркие дни наступили. А почему? Потому что у моей дочки день рождения сегодня. Всегда, сколько вспоминаю, все время на ее день рождения самые жаркие дни лета. Ой, днем было 36 градусов. Сейчас время полшестого или даже уже ближе к шести. Ну, на улице 35. Но, по крайней мере, хотя бы солнышко немножко садится. И уже немножко полегче. Но вообще, я сегодня днем выходила из дома в магазин, сходила за хлебом. И вообще, вот у меня дома 25, сплит работает. А на улицу вышла, знаете, вот как будто рыбу выбросили на берег. Я иду, мне дышать нечего. Ну, хорошо, что магазинчик рядом, там 50 метров каких-то прошла. Нырнула в магазин. Там прохладненько. Из магазина вынырнула и нырнула домой в подъезд. И все. В общем, иду я куда. Дочка решила день рождения отметить. Ну, собрать просто родню, там, близких людей, кого она там пригласила. Решили в роще сделать шашлычок. И, кстати, это место, где они там обосновались, находится недалеко от моего дома. Пешочком пройтись и все. Вот, я, короче, сегодня вообще, ну, я с утра поздравила, там, денежку подарила, потому что, ну, времена такие, что тратиться на подарки, в общем, лишние, ненужные затраты. Денежку переслала с утра, поздравила, и все, все хорошо. Вот, ну, я, правда, думала, что я сегодня все-таки не пойду никуда, потому что очень жарко, очень душно. Но она говорит, давай все равно мы во второй половине дня, уже там, ближе к вечеру, соберемся, пока туда-сюда шашлык сделаем. Ну, ты подтянешься, будет уже не так жарко. Ну, говорю, ладно, подумаю. В общем, позвонили сейчас. Позвали. Там сестричка вроде моя уже подъехала. Ну, там, короче, все уже практически собрались. Почти все. Думаю, ладно, пройдусь по воздуху. Все равно собираемся не так часто. Хочется увидеть всех. А то я, знаете, как зимой, когда сильные морозы, сижу дома в заточении. Летом, когда сильная жара, сижу дома в заточении. Вот почему я радуюсь... Вот, смотрите, розочки такие красивые. Почему я радуюсь весне, когда иду, все расцветает, не жарко еще. Уже не холодно, свежо так хорошо. Поэтому вот сейчас так вылазю из дома, когда нужно быстренько смотаться, в магазинчик что-то прикупить и быстрее домой. Даже в магазине ничего не хочется снимать. Ну, при том, что мне кажется, что я в последнее время одно и то уже снимаю. Думаю, ладно, никуда не хожу. Ну, приготовить, думаю, в принципе, там не особо ничего нового не готовлю такого. При том, что без камеры, чтобы свет там не выставлять, ничего. Быстрее это все сделать самой. В общем, короче говоря, жду, когда жара вот эта немножечко спадет, станет полегче. Может быть, я тогда живу. И, может быть, тогда буду снимать уже как раньше. А сейчас у меня каникулы. Мне кажется, что я уже краснею, хотя иду по тенистой стороне. Ну, потому что вот жарко, жаркое такое место. Так, я вышла на солнышко. Мне надо немножечко тут пройтись по солнышку. Сейчас я паузу небольшую сделаю по-быстренькому. Мне кажется, лицо краснеет, ну, чуть-чуть. Все равно душно, иду. Кошмарно. Так, я иду туда, где уже я была. Я помню, вам снимала как раз, по-моему, прошлой осенью. В рощи я проходилась. Настю я отводила на занятия. И там как раз рядом с домом была роща такая, олеечки. Вот. И, в общем-то, я сейчас иду туда. Ну, я надеюсь, что сейчас выйду правильно, я не знаю, обхожу дома как-то по тенечку, по тенечку. Сейчас я выйду туда, куда надо. И пойдем. Ну, вот, я как раз и подошла к роще. Все рядом, все близко. Ну, вот сын сейчас звонил, говорит, в роще, говорит, не жарко вроде как. Ну, у нас тут на днях были дожди, прям несколько дней. Дождь такой хороший-хороший шел. И землю пропитал. И вот я сейчас зашла в рощу, я чувствую, что от земли как бы идет такая свежесть. Ну, даже чуть-чуть как бы сырость даже есть. Не вся земля просохла, высохла. Вот, поэтому, в общем-то, здесь, так сказать. Так, мне надо сейчас вспомнить. Здесь две дорожки. Одна вон она, другая здесь. Ага, по левой дорожке. Ой, как хорошо. Люблю природу. Люблю тишину. Ой, классно. Ой, решила, девочки. Вот, думаю, сниму, ладно. Не хотелось мне снимать. Думала, снимать, не снимать. Потом думаю, да, буду еще отдыхать. Но так как у меня, видите, тут уж я не снимала ничего нового. Все одно и то же. Смотрите, какая роща. Вот. Тишина. Аллейка, видите, выложена плиткой. Тут не дикие места. Люди гуляют здесь, прогуливаются. Короче говоря, решила, думаю, ладно, раз уж я иду куда-то. Не каждый день я куда-то хожу. Что-нибудь подсниму. Не знаю что. Сама не знаю что. Куда иду, чего да как. Так, наверное, мне надо сейчас, может быть, связаться. Я слышу тут какие-то голоса. Люди тоже какие-то тут отдыхают. Сейчас я, наверное, прервусь. Надо набрать мне своих, чтобы мне подсказали, куда дальше. Сейчас олеечка заканчивается. Ну, сын сказал где-то там, на поляночке. Там такая есть поляночка. Я мимо неё как раз и проходила. Ну, видите, вот я в этой рощице была осенью. Помню, что была осень. Были уже жёлтенькие листики. И вот она такая вот вся у нас, видите, природа. Так сказать. Плитки. Пока тут плитки. Тут вроде нормально ещё. Не страшно. Там, где уже тропинки, одной как-то страшновато. Ну, в тот раз я когда была, тогда людей здесь больше гуляла. А сейчас, может быть, из-за того, что, во-первых, будний день. А во-вторых, жара. Если люди дома под сплитом отдыхают, чего им по жаре ходить и тут гулять, шляться. По свежему воздуху это совсем другое дело. Так, ладно, буду сейчас искать своих. Так, ну вот, закончилась тропиночка. И где-то тут поляночка. Так, поляночку вижу. Не вижу я, где они. Где-то должны быть недалеко отсюда. Сейчас я позвоню. Так, ну вот, свистнул сын. Я услышала. Вот она, полянка. Вот они, мои дорогие там. Идём к ним. Там, вон, ребята делают шашлык. Там девчата вон порядок наводят. Тут сидим, болтаем. Кристинка. Сестричка. Так, Леночка. Доча там, доча там, доча там что-то отвечает кому-то, чего-то. Ну, в общем, тут и детки наши все, и всё. Ой, музыка играет. Кстати, могут же её за это забанить. В общем, как бы вот так всё. Шашлык делается. В общем, шашлык поедим туда-сюда. Смотрите, дымок идёт, и солнышко вот так вот прямо. Вот такая вот классная поляночка. Вот такая вот у нас тут классная поляночка. Немножечко её, правда, загадили нехорошие люди, недобросовестные. Ну, полянка такая, ничего. В общем, несмотря на духоту, здесь немножко нормально, так, терпимо. Так, девчата режут салатик. Шашлык-машлук готов почти. Я смотрю, тут на шампурах ещё. Во, сколько тут всего. Грибочки, помидорчики. В общем, короче, овощи тоже будут. Салатики, кстати, очень вкусные такие вот салатики. Класс. Комарики чуть-чуть уже покусывают, но мы попшикались от комаров. Всё, мои дорогие, солнышко садится. Уже скоро потемнеет. Я самая первая решила покинуть. Покушала мясо того-сего, покушала. И дочка как раз меня подвезла. Она сейчас поехала за тортиком. А я уже недалеко от дома вышла. Не стала я, девочки, дожидаться темноты. Сейчас всё равно скоро потемнеет. Думаю, как раз пока кто-то выезжает оттуда, я доеду. Самое главное, что всех проведала, всех увидела. Пообщались немножко. В общем, всё нормально, всё хорошо. Молодёжь пусть продолжает ещё пока гулять. Хотя долго там они не погуляют. Уже скоро все мне идут. Ну, а я уже иду домой. И вот это коротенькое видео хочу на этом закончить. Ну, извините, такое коротенькое. Но, по крайней мере, вы меня увидели. Я вам объяснила, что не снимаю, потому что у меня каникулы. И потому что жарко. Ну, и всё, девочки. На этом я с вами прощаюсь. Не скучайте. Пишите комментарии. Только хорошие, добрые. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok